Так, друзья, ну что, мы возвращаемся в прямой эфир. Начинаем смотреть следующую серию. King Gaming Aster Вступают в бой друг с другом. Ну и сразу же обновляем табличку нашу на Ликопедии и смотрим, что же у нас здесь получается. Ну, кстати, по предыдущему матчу табличка пока не обновлена. Не добавили один поинт Ньюби и не засчитали одно поражение Сидеком. Вот. Но, тем не менее, это никак не относится к Aster и King Gaming. На данном этапе Aster идут на первом месте. У них одна победа, два ничейных результата. Для Aster это последний матч. Ну и для King Gaming, соответственно, матч тоже последний. Сегодня Aster и King'ы уже сыграли в ничью с другими своими соперниками. Вот. Ну и King'ы, кстати, идут с весьма интересным результатом три ничьи. Три ничейных результата для команды King. Собственно, будет ли этот матч сведен в ничью, мы пока не знаем. Но будем внимательно за этим, конечно же, наблюдать. Поехали. Итак, Лина, Ластиль, Ршаду, Демон. Для King Gaming Aster это Кентавра, Рубик, Бэйн. Есть два саппорта, есть оффлайнер для команды Aster. King Gaming, Ластильер на первой позиции, Лина, Шаду у нас два саппорта получается. Но Лина пока под вопросом, потому что Лина может нас исполнить и в центре. По-моему, Ваинг как раз сегодня это и демонстрировал, да? Они там себе на ластпик саппорта забирали, Лину ставили в центр. Если не ошибаюсь, это было как раз-таки скинами. Да, это как раз была первая карта против Royal Neva Give Up. Там они, правда, успеха не добились. Мы помним эту Лину от Ваинга. Она не нашла себе места на карте. Она бегала, она перемещалась, но вот убивать конкретно у нее не выходило. И, соответственно, немного было спейса. Посмотрим, как в этот раз Лину разыграют, будут ли использовать ее как саппорт или все-таки Ваинг попытается исправиться. Пока очередь за командой Астер. У них, в принципе, еще и будет и закрывающий пик, поэтому, наверное, есть смысл взять Керри, который бы Ластилера побил, а Ластпиком забрать Миндзера. Ну, с Ластилером много кто хорошо разбирается, как известно. Фантом Ассасин. Ух ты. Вы знаете, такое ощущение, что команда Астер пытается дать СТ максимально возможное количество разнообразных персонажей, которых он бы себя опробовал вот в рамках этих квалификаций. Конечно, звучит немножечко абсурдно, потому что квалификации очень важные, можно поехать на мажор, все понятно, но СТ получает вот таких Керри, которые, ну, могли бы быть заменены на более классический вариант, вот как мне кажется. Ну, хорошо, покажет СТ свое мастерство на Фантом Ассасин. Герой здесь неплохой. Суппорта вырезает на ура. С Ластилером может драться, конечно же, тоже, вот. Но появляется Тайтхантер от Кингейминг. Герой, который на линии, Фантомка будет обижать. Тайтхантер плюс... Плюс Лина, скорее всего, будет линия против Фантомки и Бэйна. Кентавр с Робиком пойдут на линию против Ластилера и Шадоу Демона. Ну и, соответственно, осталось добрать, получается, мидеров. Что-нибудь с инфест-бомбой, наверное, связанное будет в центре у команды Кин. С возможностью быстро Ластилера докинуть до нужной цели, добраться до нужной цели. Ну, так как все равно Тимастер закроет мидера соперника, все равно подберут какой-то более удачный вариант для себя, для Чая Ювания. Таки нам нужно просто брать, наверное, героя под свою стартеку. Ну и которые все-таки достаточно универсален в миде и сильно не проиграют. Так, я еще, помимо того, что просматриваю группу A, ну, скорее больше результаты, чем сами игры, конечно. Там сейчас стартует E-Home Series. Драфты пока делаются, тоже новый матч. Хочется еще и посмотреть, как дела обстоят, но не только в СНГ, но и, конечно же, еще в Юго-Восточной Азии. Потому что уж совсем не хватает глаз, чтобы посмотреть игры там. И там уже, кстати, есть первые результаты, несмотря на то, что еще впереди также две серии, как и здесь в Китае, но там уже известно, что, например, в группе B Тинси первое место. Но у них, правда, три победы вообще без поражений. Там есть все-таки очевидный фаворит без... Ну, без оспаривания, наверное, да, тут со стороны соперников. Поэтому Тинси топ-1. А в группе A Адроиды тоже, кстати говоря, топ-1. Интересно, Адроид. В своем филиппинском необновленном, даже старом составе сейчас выходит вверх. А в Фнатике топ-2. Ну, кстати, и Фнатике, и Адроид, и Тинси Предатор там, походу, будут в плей-офф выходить. Осталось там решить, собственно, кто еще в плей-офф выйдет в группе B со второго места. И там претендентов 2. Это Сигнал Ультра и Гигфам. Гигфам та команда, в которой играл Муша как раз-таки недавно. Сейчас там играют Индонезиец, Кореец Дубо, Ку-Ку играет. Осталось 5 секунд. Все довольно интересно. Да, ну вот так вот. Групповая стадия уже потихонечку так заканчивается в Юго-Восточной Азии. В Китае тоже через один матч уже примерно все будет ясно. Или вообще будет ничего не ясно до последнего матча, потому что здесь все-таки борьбы побольше. Shadow Fint Last Pick'ом тем временем для Ваинга. А ну это, кстати, тот самый Shadow Fint, который, скорее всего, будет играть через Юл, Блинк, какие-то ТРВЛА, БКБшку и Аганим, да, пожалуй. Может даже без Аганима. Но смысл вы поняли. Это будет Shadow Fint кастер-раскастер, который постарается Фантомку в какой-то момент просто взорвать. Поднять в Юл, раскастовать Reck of Souls, закидать Shadow Rays. Ну, такой Shadow Fint у нас однажды на этих квалификациях появлялся и был очень хорош. И он был очень полезен, что самое главное. Razor для Астер. Last Pick. Беру такого Семикора, Семитанка в мид против Shadow Fint. Ну что, друзья, давайте посмотрим за этим противостоянием. Но опять-таки, говорить вам о том в очередной раз, что нужны баллы, что нужны выигранные карты, я не буду, потому что, ну, это и так очевидно, и так понятно. Ну и пока вот на текущий момент на Ликвипедии все еще не отмечено, какая из этих команд и в группе A, и в группе B выходит в верхнюю сетку плей-офф, а какая вылетает. То есть до последнего все еще непонятно, друзья, все еще непонятно. Вообще, вот конкретно сейчас в группе B одна команда имеет 4 поинта, это Астер, и 4 команды имеют 3 поинта. Вы понимаете, что происходит? Ну, понятно, что Сидеки-то вот уже больше трех баллов сделать не смогут, а Ньюби или РНЖ больше поинтов точно сделают. Там либо будет по 4, либо у кого-то будет 5. Ну и Кене Астер. Кене сейчас 3 поинта, Астер, соответственно, 4, но тут тоже кому-то баллы добавятся. Есть момент такой, что если, например, смотрите, Астер сейчас выигрывает 2-0, становится безоговорочными лидерами топ-1 уверенная, и, например, ну, неважно, либо Ньюби, либо Ройл, не вагивап тоже выигрывают 2-0, тогда получится 3 команды по 3 поинта. Вот. И там надо, наверное, смотреть на личные встречи. Например, я просто касательно Сидеков. А у Сидеков... Ага, смотрите, какая ситуация. Важно, чтобы Ройл, Нев и Гивап выиграли у коллектива Ньюби. Смотрите, короче, какая ситуация. Если Астер сейчас выигрывает 2-0, и Ройл, Нев и Гивап переигрывают Ньюби 2-0, тогда у Кенов, у Ньюби и у Сидек будет по 3 поинта, и все они друг с другом сыграли в ничью. Как там такое? Да, все они сыграли в ничью. Тогда получается там... Ну, то есть в плей-офф очевидно выйдут в таком ситуации Астер и Ройл Нев и Гивап. Но за 3-4-5 место там какая-то война. А это очень важно, ну, то есть там нужно определять, кто из них какое место займет, потому что все-таки решаются слоты на минор. На квалификации на минор, конечно. Еще раз хочу понять, как вообще будут распределяются слоты. Смотрите, то есть первые 3 места отправляются на мажор по исчезанию плей-оффа. В плей-оффе команда, которая проигрывает все матчи в плей-оффе, она идет на квалификации на минор. Дальше. Это те команды, которые вышли в плей-офф с групповой стадии. Те команды, которые не выходят в плей-офф, у них есть 3 слота на 6 команд. То есть, соответственно, 5-ое, 6-ое, 7-ое место. Но если 5-ое, 6-ое место, это очевидно топ-3 каждой группы, то 7-ое место как будет решаться? Кто больше поинтов наберет, а если поинтов одинаково в двух разных группах? Личных встреч у них нет. Будут ли какие-то переигровки? Просто вот в чем вопрос. Да, короче, что-то пока не все так очевидно, не все так прозрачно. Ну и тот сценарий, который я расписал, он тоже маловероятен, потому что, чтобы два раза подряд два матча закончились с учетом 2-0, ну, такого на этих квалификации хоть и было, но было очень мало. За вчерашний день всего лишь два результативных матча было, и то они были не подряд. Три ничьи. Сегодня три ничьи уже. Ну, какой шанс, что будет сейчас победа? Посмотрим. Ладно. Пока, короче, об этом всем рано говорить. Кстати, если Астер с Кенами сыграет в ничью, тогда все прям настолько все упрощается, что уже не придется ничего считать лишний раз. Контроль баунтируны пока. Мы видим, что две снизу будут забирать Астер, две на топе будут забирать ребята из Кингейминг. Очень даже спокойно. Мидеры обставились вардами. Начинают суппорты для мидеров. Поставили варды в центре. Какой-то центрик был установлен, но этот центрик вард не нашел. Неприятно. Центрик был просто так использован. Жутко интересная линия в центре, конечно. Рейзер против Шадо Финда. Кто как отстоит по итогу. Шадо Финд один из тех персонажей, который может держать дистанцию в сравнении с Рейзером. Более того, даже если подставился под какой-то статик, Клинк имеет хорошую возможность добивать крипов с помощью шадоу рейзов. Этим он и будет пользоваться. Шадо Финда на линии должно быть все хорошо, но при этом я думаю, что и Рейзер сильно не пострадает все-таки. Кстати, Клинк. Клинк на соперника, да, и при этом надо крипов под повышенным уроном добивать. Ну вот Шадо Финд пришел, 45 минус 28. У Рейзера 53 плюс 30. Оцените разницу в уроне. Тяжело, Шадо Финду первые крибы будут доставаться, но пассивка есть и с каждым добитым соответственно у нее повышается урон. А следовательно, добивать будет с каждым разом все проще и проще. Рейзбенд есть, два энчат от Манго. Без Феррифайра, кстати говоря, играет Шадо Финд в центре, а у Рейзера Феррифайр имеется. Если будет какое-то такое очное противостояние, то у Рейзера будет преимущество небольшое. Тем временем Ферст Блад был сделан, на топе погибает Бейн. Ну, линия Лина плюс Тайт Хантер конечно невероятно сильна, играли после пика Фантомки, поэтому... Но определенно точно Дарк Фантомки должен доставлять какие-то неудобства, мешать ей активно фармить. Ну, для этого конечно будет Эккор Спеш, который он вкачал пока на единичку. Ну, и Лина тоже, она с дистанцией, у нее рейндж атаки просто нереальнейший. Скорость атаки за пассивкой тоже хорошая. Ну и все. Фантомки должно быть невесело. Снизу. Снизу. Пока Китавр хорошо фармит, 9 на 1, у Лайфстилера 8 на 1, на равных пока держат Скам и ХХС. Ну, обоюдные размены тычками, конечно, здесь тоже присутствуют куда без них. Так, ну, представьте ситуацию, при которой Шаду Демон и Лайфстилер смогут убить либо Рубика, либо Кентавра, я не могу. А вот Рубик с Кентавром напротив очень даже легко могут убить или Лайфстилера, или Шаду Демона. Естественно, Шаду Демона будет проще. Ну, это где-то момент, где ты поймаешь Лайфстилера без рейджа. Он, кстати говоря, вкачал пока пассивку, но на втором уровне оставил Скиллпоинт. Как раз на всякий случай, вдруг, если будет Телекинезис, Танк Кентавра, эта комбинация намечаться, то он, конечно, прожмет рейдж и будет выживать. Опять на Бейн атака. Бейн. Фейд страдает здесь. И тычка Хилинг Селф использовал 15 здоровья. Осталось пожертвовал Хилкой для того, чтобы лишних денег сопернику не отдать. Но остается без ресурсов и все равно идти на базу, все равно терять время, все равно тратит деньги на ТПшку. В общем, не так весело, а в это время Фантомка будет просто страдать. Хотя, вот я и говорил о том, что она должна страдать. И вроде как да, то есть Бейн погибал на ФБ, его сейчас опять отзонили, отправили домой лечиться. Но у Фантомки при этом по Крепстату все окей. То есть, по идее, получается, что Бейн, привлекая к себе, на себя столько внимания, плюс разводя соперника на какое-то количество сплов, тем самым облегчает жизнь Фантомки. И Фантомка показывает хороший Крепстат. А это ведь самое главное, это самое важное. Фантомки дать пофармить. Там пока у меня, правда, нет четкого представления о том, каков, какова вообще это будет Фантомка, через какие она будет качаться, артефакты, это тоже очень важно. Ну что можно предположить? Ну кто-то там ранний дезолятор делает, кто-то БФ делает на Фантомке. Мидас, конечно, очень вряд ли. На Мидас я на Фантомке не видел. И БКБ обязательно нужно будет приобрести. Силы света укрепили свои сооружения. Регенерация. Так, снизу. Фейтболты залетают, камень неприятно, кама 18 на 2, Кентавр здесь 22 на 4, как сказать, а прям фрифарм на этой линии еще, и линия запушилась в сторону как раз-таки Кентавра. Большую часть крипов должна добивать спокойно. Ну а здесь был выпал, да, здесь был выпал сейчас, отлично сыграл Муши. Стакает Shadow Poison, постарается нейтралов забрать сам. 4 стака, так, забирает, да, большую часть, хорошо. Усправился? Немного экспы, немного денег. Это очень важно. Так, и пятая минута. Скоро Муши уходит как раз-таки на чужую баунти. Помешать ему будет невероятно трудно, но у него все-таки будет дизрапшин. Подождите. Ну тут маны нет, кстати, у Рубика. Да, спокойно дизрапшин. Муши забирает баунти. Кентавра забрал другую. На топе там вижу одну Лина забирает. Ну и вторую Лину тоже может забрать. С того будет 3 за команды кин. Ну и Лина пока не торопится, кстати. Интересный выход такой может на нижнюю линию произойти. Так, ну... Shadow Fin plus Лина. Конечно, попробуй, называется заганкой, да. Это нужно прям так, чтобы повезло, чтобы Лина действительно с таном хорошим попала. Там парочка Shadow Rays'ов зашла. Батится на себя Ваинг, но Shadow Rays'ом на развороте мажет. Одним. Ну и Razor особо тоже не букует. Поэтому Лина понимает, что загангнуть, конечно, здесь просто нереально. Выходит забирать свою баунтируну и возвращается на верхнюю. А вот здесь приходит Рубик, кстати говоря. И вот попробует теперь Razor плюс Рубик Shadow Fin'а загангнуть. Силу Света хороший скан, Бобоко дернется и попадает под скан. Все, Shadow Fin'a прочитал. Просто прочитал ситуацию и Ваинг аккуратно будет уходить в лес, пока отсюда не уйдет саппорт. Так, ну и все успокаивается. Тысяча преимуществ за командой Кин. Фантомка по крип-стату на какое-то время шла прям топ-1, сейчас топ-5. Ну там, опять же, сейчас выценивать эти ранги кто-то топ-1, кто-то топ-5 наверное, бессмысленно, потому что разница действительно там буквально в десяток крипов с первого по последнее место, поэтому все дистанции нам покажет и расскажет. Ну так, более-менее равный получился. Так, Shadow Fin'a Боттл уже имеет, сапог рейсбенд, левел шестой, рейзы, и пассивка. Рейзер ушел тоже в лес. Рейзер, рейзер. Ну, плазмофилк, пассивка в единичку. Есть плюс Айзошторм, который он вкачал на шестом уровне, что позволяет ему сейчас добивать пачки нейтральных. Быстрее добить этот спаун, да, чтобы появились новые крипы, они появляются, все хорошо. Вот топелина все-таки была убита. Загангали. Потянулся, да, Рубик? Бобок пытается быть активным. Ну, этот Хантер, я думаю, не взять, даже если втроем сейчас набросится. Слабовато пока Фатномка, помочь особо не может. Он левел 5 там. Будут криты какие-то, еще можно попробовать. Так, ну вот Кентавер остался снизу в соло. Есть ли вариант его забрать? Давайте посмотрим муши. Shadow Poison, есть Disruption. Кама. Готов давать запедление. Есть Open Wound. Пытается, если что, задоджить стан рейджем. Рейдж прожимает для того, чтобы скорость таки повысить. И Кентавер просто делает ТП. Ну, там, если потратили Disruption, на самом деле, просто нет больше Disapples. Нет контроля, и XS грамотно ушел. Включаем Нетворс, и видим, что Кингеминг на чистом фарме пока впереди. Shadow Fint уверен на топ-1. Tide Hunter 2. Кентавер с противоположной командой 3. И вот собственный Ластиллер 4. Пока Фантомка и Рейзер замыкают табличку. Кор, Героя, Фармер. Находит вард Бабока в центре. Тут же уничтожает. Ставит очень глубокий вард в чужой лес. И Муша здесь увидел Фейда, который спускался как раз с его пригорка. Соответственно, Муша потом надо будет проверить варды, поставить какой-то хороший центре. Но вот этот вард найти будет, кстати, не так просто. Потому что по обыкновению ставится вард либо сюда, либо сюда. Куда он на хайграунд поставит? Ну, пока не ясно. Центрика вообще нет. Они уходят на святыню. Втроем там регенятся. Это все прекрасно видит команда Астер как раз под этим вардом. Ну, поэтому ИСИ может позволить себе выйти и пофармить чутка. Два рейсбендера. Индропы купил себе. Пока без сапога. Без ПТшки. Шатофин с урона и волшебства. Уже девятый уровень. Вымаксил свои шадоу-рейзы. Ну, кстати говоря, вот с бутылкой с урона и волшебства можно и попробовать кого-то загангать. Прийти, покастовать шадоу-рейзы. Может быть, даже запушить какую-то вышку. На кентавра, наверное, бесполезно. У него все-таки стампитом просто бежит. На топе можно. Так. Здесь Дизрапшн. Ну и стампит. Вот тот самый стампит. Фантомку спасает. Теперь переключается на бейн. Он тоже должен просто уходить. Или нет. Дракон Слейв. Дарк, если дотянется Гашем, то Фейда должны забирать. Фейд. Кусты. Получает шадоу-поизно. Его видно. Делает ТП. Станом. Лина ТП сбивает. И Фейд умирает. Есть Лекома в Сол. С шадоу-рейза в Соло. Пытается выключить Ваинг. Чай Юань. Старался как-то увернуться. Но проблема в том, что висел статиклинг от него. И ты видишь, откуда статиклинг идет. И идешь просто в этом же направлении. Ну, красавчик. Красавчик Шадоу-Фин в Соло расправился. Раскоставался как надо. Патроны Волшебства. Запустил на кулдаун свой ультимейт. Но на кулдаун небольшой. Ну и переиграл, получается, Рейзера в центре. Это реально важно. Тут Кама руна собирает. Одну Бобока, одну Каму взял. Две сверху должны забирать Кины. Это вновь три баунти-руна, по идее, для Кингейминг. Того уже 3000 преимущества. Так понемножку, помаленьку. К 11-й минуте. Трешку плюсом вывезли себе Кины. Сейчас еще появится Мидас какой-то у Камы. Он будет еще быстрее фармить. Так, ну и надо Астер что-то придумать. Что они придумают? Давайте посмотрим. Лассилер, кстати, еще инфест потратил. Но сейчас прям нужно срочно на него нападать. Скинтавр дает станды. Дабл Эдж бьет Каму. Кама просто убегает под свою вышку. Пока не призывает членов своей команды на помощь. Ну и спрятался в кустах. Хорошо, здесь будет много героев. И если хотят защитить вышку Кины, им придется перетягиваться через ТП. Сами неправда на топе Тавр тоже ломает. Здесь под катапультом. Теоретически вообще, конечно, шатофинт успеет сломать здесь и защитить снизу. Если захочет. Выйти на Каму хотят. Чай Юань приходит. Нет, нет, нет. Кама все видел. Кама все знает. Собрал информацию, дал своей команде. Ну и все. И Рейдинты к этому времени сломали вышку на топе. Друзья, уже 5000 преимуществ. Вот вроде особо не умирает команда Астар. Но фармит намного хуже, чем Кины. Намного хуже. Просто намного. И Рейдинты, вот играя настолько нагло в чужом лесу сейчас, жаждут драки. Шатофинт готов. Рейквен уже открутился. У него Гракс. Бешеные Шадоу Рейзы, которые в комбинации сейчас наносят просто тонну урона. Пережить способен и каждый. Подъехала Катапульта. Есть Глиф с одной и с другой стороны. Ну и теперь постараются еще и вышку по центру забрать. А снизу таки Лайстиллер свою вышку не отдает. Она немножко терпит, потому что фармить свободно не может. Но он нафармил на Мидас, поэтому надо подождать Курьера. И рано или поздно отсюда соперник все-таки уйдет. Да, вышка в центре падает. Снова забирает Шатофинт. И это Драгон Лэдс, кстати. Это не Юл какой-нибудь. И не БКБ ранее. Это вот просто Драгон Лэдс. Что, на терпа теперь? Если удастся Бабоку загангать. Бабоку. Вышка сагрилась. Бабоку знает об этом. Дарк выходит. Нужен Шато Демон. Шато Познам, чтобы дать разведку. Бабоку спрятался аккуратно. Дарк пока найти не может. Выходит. Да, все, обнаружили. Демоник Фурдж. Бабоку. Погибает. Лагуну Блейд даже не пожалел. YFTX выключает. И все было бы неплохо для команды Астера, если бы они хотя бы снизу так же напрягали Лайфтиллера. Но они снизу Лайфтиллера не напрягают. Напрягает только команда. Собственно, Лайфтиллера, когда не дают ему принести Медас. Вот теперь снизу убивают, кажется. Наконец. Астер ждали, ждали удачного момента. Какие-то дождались его. Через Финс Грипс могли убить. Так, ну и где Медас Лайфтиллера, Роскета? Я же помню, он был. В Курьере его нет. А вот, ну да, в Курьере он. В Курьере. Медас в Курьере. Курьер где-то непонятно летает. Лайфтиллер говорит, я бы мог уже разок его заюзать. В общем, подглумилось командам на Лайфтиллера на собственном Керри. Играет вообще без него. Кинули, бросили его. Черт, фармит свои Медасы, стоит на легкой линии. Потеряли в итоге своего Керри. Дайте Курьера Лайфтиллер. Да это просто жесть какая-то, ну серьезно. Когда ты покупаешь там на какой-нибудь 12-е, а прилетает на 14-е. Это вообще нормально? Сейчас не хватало бы еще Курьера потерять какого-то. Зацепили, кстати, по боку. Стампит. Что только будет жить. Да, Лайфтиллер здесь пока номер второй. Запасной план, я бы сказал. План Б. Ну потому что и без него. Кины спокойно бегают по всей карте, уничтожают соперника и никого не боятся. Рэйвидж все еще не был использован. Реквим тоже, соответственно. Поэтому любую драку готовы принимать Кины. Ну и Дайр даже четверых героев опасаются. Максимум, что они могут сделать, это вот гангать вниз. Пока одиноко стоящий Лайфтиллер. Уже, кстати, не одиноко стоящий. Уже, а тут демон за спиной стоит и оберегает своего керри. Лина видит ИСС в инвизе. Может начать со станчика. Стан им попадает. Шадоу рейзы. Лагуна Блэйдмана не хватает. И лагуна в спину хватает. Отпивался Вайфтикс. Пока бил соперника. Использовал Боттл. Ну и Фантомку накрыл, убила. Обидно Фантомке. Потому что даже в районе своего бывшего Тир-2 она пофармить нормально не может. И снова две баунти сверху должны быть скинами. Вопрос только снизу смогут ли они здесь подраться. Ну, кажется, нет. Прогоняет их Райзер своим Плазмофилдом. В итоге по две должно получиться. Ну и шесть тысяч преимущества за команды кинут. Шесть тысяч. Заход Рошана. Внезапный и быстрый. Дайр не реагирует пока абсолютно никак. Не знаю, как они могут реагировать, конечно. У них Рейзер не готов драться. И Фантомка. Очень такие, вы знаете, артефакто-зависимые персонажи. Без БКБшки Рейзер точно не вступит в бой. Ну, потому что за ревейдж, за проказ Лины, там, за проказ Шадоу Рейзер он умирает. То же самое с Фантомкой. Нам даже быстрее лоблить, чем Рейзер. А как раз таки Рейденты готовы. Ну, у них, правда, вот эти начальные артефакты и появились. Они не дорогостоящие, типа БКБшки. Но Владмир на Тайдхантере плюс Драгон Лэндс на Шадоу Финде. Статов приличное количество дает. И драться эти ребятки могут. Не может разве что только Лайфтиллер. Ну, а ему и не надо. Без него справляются. 2-4 стон уже после Медаса нафармил. Тихо, спокойно. Вот, не уходя с нижней линии. Он этот Медас реализует в Рейдианс. А дальше уже по накатам. Ча, Юань, плохо. Мы помним, как уверенно этого Рейзера брали против Шадоу Финда. Че-то вот уверенности в исполнении разве что я не вижу. Варт очень хороший тыкнул моши. Шадо Боизон. Фейд имеет центрики. Ставит центрики. Может найти чужой варт, но за этого сейчас будут убивать. Моноблейд без шансов уничтожает. Кентавр прыгает в ответ. Лина Шадоу Финду. Рэвидж! Отличный рэвидж по троиме на развороте. Шадоу Рейз и Стан Лины просто стирают команду. Астар минус три, минус четыре. Боже, Дарк перетянул сюда, как царь. Как бог. И кажется, Астар на какое-то мгновение забыли, что такой персонаж, как Тайт Хантер, у команды Кинг есть. Реально, как будто просто забыли. Это минус пять. Они бросились такие, ух, как там здорово, Кентавр двоих на стан поймал. Сейчас мы этого Шадоу Финда и Лину, ух, разорвем. Ну, в итоге Тайт Хантер вмешался. Ну, не знаю, друзья. Если это была не сокрушительная точка, то что это было? После такого оправиться. Десять-два счет и десять тысяч преимущества на 17-й минуте укинут. После выигранной драки. Вообще, в таких раскладах, вот, я, конечно, все понимаю. Есть там Сакарт Релик, Радианс, то, что нужно приобрести Ластиллером. То, что он поставил себе изначально в планах, когда брали этого героя. Но здесь такое ощущение, что хочется просто армейд-изолятор купить на команду Кин. И пойти просто поломать все вышки. Так, ну что, Лина с Линзой. Ее станы за километр мы уже понаблюдали. Эффектно выглядело. Шадоу Финд в инвизи. Ставится Сентрик. Дает Дизрапшн. Есть Солкетчер. Кентавр прыгает. Шадоу Финд отлично от Мансил. С Раскаста быстренько забирают Бэйна. Правда, муж сейчас может подставиться. Получает Айзо Шторм. Борованный Лагуна Блейд от Бобоки. Один в один разменялись. Такие размены на руку команды Астер. Команды Астер. Ну а что дальше? А дальше просто ждем Рэйвидж от Эдхантера. И комбинацию повторяем. Камо ушел на верхнюю линию. Там дофармивается без Радианс. Ну что, Рейзеры. Блокинг Бар. Ну как же долго. Как же долго этот Блокинг Бар у него появляется. Фантастика какая-то. С мида. Двадцатая минута. Вот только-только после Огаракса. Матрилхаммер появляется. Но еще и на целый рецепт. Фантомка Демонедж. Самую дорогостоящую часть ВФ она купила. Еще Пресверенс надо как-то. Как-то-как-то рецептик. Рейденты могут не давать Фантомке раскачиваться. Ну была такая команда Сидек. До сих пор она есть. Которая тоже пыталась с преимуществом в 20 тысяч. 21 тысячу даже. Сделать все максимально сливово и аккуратно. И фармила, фармила, фармила. Один фраг отошли, фармить. Один фраг отошли, фармить. Снесли там две линии еле-еле. А потом просто игра затянулась настолько, что войд противоположной команды пухли. Поэтому до такого главное не доводить. Потому что Фантомка все-таки при артефактах это очень страшный персонаж. И я думаю, что и Лайфстилл Роя Фантомка очень многое может рассказать. Тем более Рейзер есть. Я бы не стал. Я бы не стал проверять теорию о том, что Фантомка может победить все. Нашли Бобоку, быстро убили. Сразу будут забирать Тер-1 вышку по нижней линии. И двигаться по этой линии дальше в район Тер-2. Радианс готов. Лайфстилл Роя. Команда Астар, в свою очередь, пытается сплитпушить линию. Так, секс с блинком с лодов-дефайенсом. Ломает Тер-1 на топе. Будет небольшая компенсация команде. Потому что снизу Тер-2 кины оставлять не будут. Кончился Айгис. Заход на хайграунд прямо сейчас. Вот, вот здесь Зор, конечно, уже. На стилере. Заходишь, один удар делаешь, дебаф там на вышку и шатфин бьет. Побили Тер-3. Заставили Астар всех стянуться на защиту своего Тер-3. И сами отступили. Грамотно, но преимущество перестало увеличиваться. Десять тысяч как было пару минут назад, так и осталось. После той выигранной драки. Говорит о том, что Астар все-таки находит возможность фармить крипов. Прожимают смок, кстати. Так, ну это будет интересно. Да, пока Бэу-Рейзер появилась. И этим и обусловлен как раз выход под смоками сейчас в район нижней линии. У Кентавра есть пайп на команду. Не хватает здесь только Фантомки. Фантомка пока фармит по ФМПФ. Кстати, уже есть. Напали. Нашли Линну. Минус Линну. Так, интересный инфест Голема. Сразу масклики пошли. Ребят, Голем бегает. И это не отвод. Бежим! Так, Солор готовит Найт Кантер. Медалька есть. Дабл дамед Шадо Финт. С Драгон Ланс хочет Хеликейн Пайк сделать. Нижнюю башню сил света атакуют. Фантомочка. Не, ну конечно нельзя сейчас фармить Дезолятор. Потому что, ну мы знаем, есть классический билд на Фантомку. Это БФ Дезолятор и БКБ. С которой она, ну становится просто полноправным убийцей. При этом довольно сложно ее зафокусить, потому что есть БКБ. Но конкретно здесь ты должен обращать внимание на порядок в сборке артефактов. Ситуация все равно критическая. Все еще Кингейминг имеет львиное преимущество. Плюс есть Шадо Финт и Реведж Тед Хантер. Поэтому покупать после БФ и Дезолятор нельзя. Здесь нужно сперва купить БКБ, а потом уже подумывать о том, чтобы покупать Дезолятор. Сейчас это очень опасно. Драки-то, конечно, потенциально можешь дать кучу урона. Ну, соответственно, ты с Дезолятором делаешь больше дэмэджа, чем с БКБ, но... Теоретически. А на практике ты можешь получить Реведж и вообще ни одного удара не сделать. Это очень опасно и это, кстати говоря, очень вероятно. Смакуется Астар. Курьер, правда, сейчас все спалит. Под Вардом Курьер прилетает. Точнее, над Вардом прилетает Курьер. Значит, никто никого не нашел. Ну и все в разные стороны. Ну ладно. Где Драки-то? След на Шадо Финдон с дабл дэмэджем. Пика у него уже имеется. Теперь ломают Тир-3 по центру. Кстати, снизу Тир-3 так и не добили, решили по центру побить. Побили. Опять же, стянули почти всю команду Астар и отошли. Ну вот тянут. Хвата. Кота. Хвата. Кота за причинное место тянут сейчас, ребята, и скин. Игра затягивается. Фантомка уже третья по надфорсу. Ну, надо ли оно? Это команде Астар. Они, конечно, хотят супер с его все сделать. Провести идеальную для них драку и... Ну, как-то максимально комфортно, с запасом выиграть игру. Но мы видим, не получается. Ну, не подставляется просто так Астар. Не подставляется. Аккуратно фармит. Собирают баунти-руоны. Выфармивают фантомку. Митрилхаммер фантомка. Тут главное, не поддастся искушению после первого Митрилхаммера не купить второй Митрилхаммер. А то есть такой соблазн. В центре ловит шадо-демона. Телекинезис Пазма Филдс. Стан Кентавра. Не спасти муши. Муши погибает. Так, ну и как-то слишком долго бьют Рошана Рэддинд. И они отошли оттуда. Они испугались. 8 тысяч остается. Честно говоря, я уже чувствую, как Астар комбэчит. Есть у меня почему-то такое ощущение. До комбэка тут еще, конечно, очень далеко. Тут даже наличие БКБ на фантомке, потенциальное БКБ, оно еще не означает то, что смогут Астар выиграть драку, например, или что-то подобное. Но это даст возможность фантомке хотя бы точно находить свою цель для убийства. Кто этой целью будет являться? Но, опять-таки, если шадо-демон потратит свой дизрапшн, тогда, конечно, шадо-демона легко убивать. Лину тоже легко убивать. Кстати, она играет без Юла, без какого-то Глимер Кейпа. То есть артефактов на сейв конкретно у нее нет. Все, что она может, развернуться и стараться в ответ. Дать какой-то урон. Но если у тебя БКБ, соответственно, она никого урона не даст. Все-таки нормально, если купил себе Огаракс. Не поддался соблазну купить дизолятор себе. И правильно, правильно, конечно. Так, ну и на свиток остаются копейки. Ну а дальше-то после Блокинг Бара уже и дизоль появится. А рейденты возвращаются в те времена на Рошана. Хотят его добить. Цыра Егис, Тайр все еще не предпринимает каких-либо попыток помешать задуманному команде Кин. Асты кричат, что все еще не в кондиции. Ну да, вот Рейзер Шива надо к следующей драке прикупить обязательно. Кентавр хочет БКБ, ему, конечно, много. Но тоже желательно БКБ иметь. Фантомке БКБ 100% будет. Вот она уже летит к нему. К СС. Так, ну и вот теперь дизоль. Два метрилхаммера. Где-то на скрипсти. Вот потом, когда Фантомка доберет этих трех слотов. БКБ, БФ, дизолятор. Ну я тогда не позавидую команде Кин. Но будет как минимум тяжелее. В разы тяжелее будет драться. Потому что у вас периодически будут умирать герои. Солар есть, так, хантеры. Битвы, битвы, просим. Хлеба и зрелищ, хлеба и зрелищ. Кин и Астар. Не, ну а за Астар, конечно, драться так не очень хотят сейчас. Во-первых, не доформили шмотки. Во-вторых, у соперника Айгис. Ну чем им эти драки? Да ни к чему, пожалуй. Инфест будет в Тайтхантере. Тайтхантер готов врываться. Давай, драйведж. Шадуфин пока выйдет на передовую. Съест одну пачку крипов. Так, ну и Тайтхантер ждет. Удобного момента. Сейчас крипа поднимутся, даст информацию. Там Рейзер. Прокликали Рейзер. Увидели, что Шивы нет. У них БКБ. Увидели Бэйна. Нет. Сидеть так бесполезно, конечно. Астиллер выходит и просто будет грызть Р-3. Рейдж прожимает. Тут же глифт, команда Астар. Шива готова у Рейзера. Крайняя линия сплит пушится по максимуму. Сейчас Фантомка не дособирала себя на Дезолят. Но еще немного времени. Но вот скоро на первый Митрил уже хватит. Сейчас надо возвращаться. Надо возвращаться. Пятерка. Команда Астар готова обороняться. Плазма Филд. Тифлинг Даггер. Реведж на месте. Тайт Хантер. Какой-то очень плохой реведж. Скастовал. Шадоу Финт, конечно, отступает. Он пока не погибает. Но Фантомка прыгает уже в Лейну. БКБ нажимает прямо сейчас. Рубик. Ворованным. Раскастно. Минус Шадоу Финт. Минус Аегис. Драка завязал. Где БКБшки уже прожимаются. Есть там Пит. Инфест. Ну ладно. Прячет Тайт Хантер. Ластилер без ХП. Оставшийся рекой Мофф Солс. Тем временем Шадоу Финт после респауна. По Фейту начинает работать. Минус Фейт. Фейт сразу на байбеке. Китавр снова прыгает неудачно. Телекинейз до Тайт Хантера. Прячет Дизрапшн. Отличная игра от Муши. Ластилер уже, кстати, выпрыгнул из-под Тайт Хантера. Ли... Ой, Рубик красавчик. Просто Рубик творит чудеса. То Лагуна Блейд ворует его. Таким станом останавливает Тайт Хантера. Убивает его. Ну и, в общем, Рейдинты не добили Тир-3 по итогу. Там 230 всего хитпоинтов у вышки осталось. Они, конечно, выбили байбек один. Но на самом деле Дайр хорошо отыграли. Ну то есть вот в ситуации, когда они там много проигрывали. Всю игру проигрывали. Они сейчас впервые за 30 минут дали отпор. И отпор такой хороший, добротный отпор. Отпор с таким намеком, что Кинг Гейминг больше на хайграунд пока не полезут. Ну и против пятерки я имею ввиду Ластер. Потому что самое главное, Фантомка получает еще возможность дофармить себе свой слот. Все. Первый молоток куплен. Что там приключилось с Тайт Хантером, я не понял. Конкретно с его реведжем. Потому что тот момент истины, это, конечно же, врыв Тайт Хантера должен был быть с реведжем. Он стоял на месте, нажал реведж. Такое ощущение, что мы просто сбили блинг. В итоге реведж один коснулся лишь одного разора. Хотя, конечно, там должна была быть ситуация, при которой Тайт Хантер перепрыгивает на хайграунд, дает реведж, зонит соперника и рейзеры не фокусят всей толпой и быстро убивают. И то не произошло. Нижнюю башню сил света атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Смог. В их лесу засел Бэйн. Самое главное, что в их лесу сидел Чай Юань. На разоре. А! Дарк такой, выходящего Бэйна просто плюнул гашем максимум, что он мог сделать. Не, на самом деле, конечно, он мог дать реведж, но это была такая большая... Во-первых, это потеря. Даже если бы он остановил Бэйна, это того бы не стоило, очевидно. Но, во-вторых, там не факт, что он успел бы этот реведж сработать. Потомка готов Дизоль. Тридцать вторым. Ну, молодец, если... Линия была не самая приятная. Фармилось тяжело, но он нафармил. Он нафармил, это очень важно. БКБ, БФ, Дизолятор, ПТ, 2 рейсбэнда. 20 уровень. На 20 уровне берет талант, который снижает броню на 4. Атак. Моперизм до этого брал 15 к урону. Ну, в общем, готов. СТ готов драться. Но теперь уже 100%. И вот теперь... Чего-то мне эти 8000 преимущества команда Кимну не вызывают никакого доверия. Ну, честно вам признаюсь, друзья. Но вот никак мне не верится в то, что эти 8000 прямо сейчас так легко помогут выиграть драку команде Кимну. Как вообще заходить на хайк-граун? Просто интересно. Рубик. Бобок, конечно, откуда. Вообще не знаю, откуда. Насобирал себе на Аганим. Это без талантов какой-то ГПМ и чего-то подобного. Просто у него блинг, линзы и Аганим. В ситуации, когда они всю игру отстают. Красавчик, Бобок, конечно. Ну, тут в плане, конечно, воровства способностей можно просто разгуляться. Есть у меня ощущение, что Рейденты упустили быструю победу, легкую победу. Может быть, они все еще в этой карте победят. Шансы у них достаточно высоки. Но они упустили именно легкую победу. Победу, когда у соперника не было ничего, и они были сильнее в разы. Так, под смоками пробежались Астеры. Свои базы выбежали, но никого не нашли. Аккуратно пережили эту атаку Кины. Шадоу Финд зашел быстренько. Оп, парочку ударов. Минус тер три. Может быть, от этих святы не забрать. Рейзер здесь. Статик линком. По Шадоу Финду. Пошел Стампид. Тайтхантер. Фантомка БКБ начинает бить. Тут же слип на Тайтхантер. Крит по нему сработал. СФ ТП делает и не уходит. СФ просто убивает. Бобока прыгает дальше. Есть замедление по Камо. Камо в НФС прячется в Дарка. Надо Дарка останавливать. Есть Телекинезис. Шикарно. И лопают. Минус Тайтхантер. Вылезает Лайфстиллер. Лина разворачивается, чтобы дать хоть какой-то урон в Рейзера. Тот будет жить. Минус Лина, друзья. Все. Ну, все. Под все я подразумеваю. Не то, что Драку проиграли команды Кингейнг. Под все я подразумеваю, что Кингейнг проиграли. Ну, потому что, ну, все. Хорош. 35 минут сидели с 10 тысяч преимуществом. Не знали, что делать. Бегали бессмысленно и бесполезно по карте. Дали возможность сопернику расформиться. Первая БКБшка от Фантомки. Ну, вторая, ладно, прошу прощения. Вторая БКБшка. И команда Кинг вообще ничего не может сделать. Просто ничего. Шадуфин всю Драку убегал. Из его заслуг только то, что он Тер-3 добил. А так пытался убегать, убегать. Умер. Лайфстиллер всю Драку пытался убегать. В итоге подставил Тайтхантера, соответственно. Ну, сколько там было? 8-9 тысяч. Осталось 2. Камбэк. Люблю такие моменты, конечно. Не первый раз на этих квалификациях. Команде, которая очень сильно ведет, не дается задушить. Но здесь еще так, знаете, может быть не какой-то там супер-хайп, да? Не супер-новость о том, что вот закамбэчили. Это скорее было более прогнозируемо. Но вот бывали ситуации, когда команда вела 20 тысяч. И вовремя не заканчивала. И тогда случался переворот. А там да. Тауэр на исходной позиции. Использует пайп. Телекинезис на Тайтхантера. Убьем Тайтхантера до Рэведжа. Тут же Дизрапшн. Что-то... Демон пытается за Сэвича. Юань сразу пошел под БКБшкой. Кстати, Клинки впивается в соперника. И Фантомка ныряет. В оппонента пытается пробить. Пробивали Каму, Каму не пробили. Рэведж Тайтхантер хороший по пятерым. И на развороте Рэдди тоже сами должны нападать. Минус Рейзер. Выключили Фантомку. Как же они пережили эту атаку-то. Эти ребята из Кингемин. Посмотрите. Два байбэка моментально разворачиваемся. Ребят, Кентавр снова прыгает. Бобока. Воробанный гаш. Эффектом агонима. Прокидывает по сопернику. Лагуна Блейда. Ворует все, что может. Боже, Бобока находит его. Шадуфинд. И Рэгэм оф Соллс. Бобока бежать. С-под радиуса поражения удается уйти. Прыгает. Останавливает Шадуфинда. Не дает ему сделать ТП. Отличный слыб от Фейда. И С-Вместе с Чай Юванем накрывают соперник. И боже. На байбэках, конечно, здесь Астер выиграли драку по итогу. Но Бобока. Насколько же хорош Бобока боже. Он просто лучший. Вагуна Блейд своровал под агонимом, чтобы выписать урона. Ух. Ну просто. Ух, Бобока. Ух. Я не успел из-за того, что я восхищался этим игроком. Его исполнением на рубике. Пропустил батл река, по сожалению. Ну там я видел. Гаши летают. Вот эти вот под агонимные. Там Лагуна Блейд летит. Рубик там где-то в кустах стоит и кидает, кидает свои нюки. Так. Но надо иметь в виду, друзья, что байбэки. Вот что важно. Шадуфин тоже байбэк нажал. Он только единственный, кто нажал байбэк в своей команде. Но два ключевых байбэка нажали Астер. Это Рейзер и ПА. Ключевые байбэки. Сейчас очень важная драка за Рошана. Ну, а Егис. Да. Тут либо Шадуфинду, либо ПА. Или Розору. И одно и другое вроде как выигрывает игру. Тяжело уже кингейминг. Тяжело. Лина с Аганимом тоже. Это прямо сейчас чуть ли не лучшая мера против Фантомки. Когда ты можешь там тысячу здоровья просто снять. Когда у него все, то 1800. Ну, потеносило 2080. Шадуфинд, кроме бабочки, пока ничего. Но там, да, там драка была проиграна. Поэтому денег нет. Еще байбэк потратил. Лайфстиллер. Попроще у него. Мидас все еще доступен. 24-й уровенький раз купил. Сен-Джин Яша есть. МКБ очень нужным. Да, МКБ сейчас как раз-таки приобретает Фантомка. Тоже 24-й уровень, пока не 25-я. Чаю они дают. Плазмафилд что-то маловато. Дорошана не дотягивается. Рейдинты вместе. Дайер вместе. Очень важная драка сейчас будет. Тайтхантер 4 секунды до Рэвиджа. Кентавр. Видит соперника. Пошли плазмафилды. Тайтхантер пока не ныряет. Фантомка под блюром. Отспамливает. И Рейзера прыгают. Рэвидж в него. В Рейзера списывают просто все, что было. И он погибает без байбэка. Тайтхантера пытаются убить. Отличный дизрапшн. Кентавр дает стан. Стампит. Фейтболтом накрывают Тайтхантера. Кентавр борется против Муши и против Лины. Сейчас пытается их развалить. Финсгриппом удерживает тем временем Ластилера. Снова отличная игра от Бэйна. Ластилер минус. Минус Лина. Тайтхантер байбэк. Ластилер байбэк. Хорошо. XXS. Остается один в тулу врага. Значит, байбэков XS сейчас, конечно, тоже убьют. Он имеет возможность выкупиться. Он выкупается. Но самое главное это отсутствие байбэка, конечно, у Рейзера. Сейчас байбэк есть только у Бэйна на карте. Появится еще у Шаду Демона. Но самое важное, что Рейдит и заходит у Рошана. И там Аганим. Там Аганим сырая Егис. Смог нажали. Без Разора. Удастся ли подраться? Стампида нет. Фантомка БКБ 26 секунд. Ой, ну как? Как? Как драться? Тайтхантера по Древидже тоже нет. Бэйн заходит, отходит. Кентавр. Встретил соперник. Глиммер Кейп отступает. Лина Станом не попадает. Вызвали Лизера с Рошпита. Рошан пока не добивается. Фантомка откидывает с Тифлинг Даггерами. 25 уровня Фантомка. Очень мощная. Улучшает свой крит, кстати. Тифлинг Даггер. Китавр прегает на Шадуфинд. Эси ныряет. Тоже Шадуфинд. Пытается быстро забрать Шадуфинд. Рассыпается. Байбэка нет на XS. В ответ тоже снимают. Хорошо. Эси с полным запасом здоровья. БКБ у него откручивалось. Он его использовал. Сейчас опять в откате. Надо уходить. Плинкуется на своего тиммейта. Минус СФ. Ой-ой-ой-ой. А Рейзер появится через 25. Рейденты заходят вновь на Рошана. И минуту нет реведжа. Все еще у Тайтхантера. И команда Дайр. Они назойливые. Они просто не позволяют собрать в Рошана. Бэйн заходит. Специально умирает. Знаешь, что есть байбэк. Дает инфу, чтобы Фантомка кинула свой. Стифлинг Даггер. Восвобождается слот по Дайегис. О-о-о. Какая драка, друзья. Бобока. Бобока. Тебя нашли. Бобока с БКБшкой, говорит. Кого нашли? Телекинез. Сюда, Лина. Иди. Стифлинг Даггер залетает. Стан ворованный. Фантомка и минус Лина без байбэка. Даштайтхантер получает стан от Бобоки. Снова ворованный. Да что ты делаешь, Бобока? Бобокище. Фантастическая игра на суппорте Рубики. Фантастическая игра на суппорте Рубики. И команда Дайр добивается своего друзья. Выигрывая сложнейший момент, когда они были без Разора против пятерых. Забирают Рошана теперь сами. Фантомка. За ней гоним. Забрала она его с Рошпитов. Ну и все. За Едисом теперь. Ну и слишком долго нет Лины. Слишком долго нет Тайтхантера. Они без байбэков, я напоминаю. Рейзер уже здесь, ребят. Говорит, я готов вам помочь. Что ломаем? А, ну так. Шату Демона можем сломать? Слип. Фейт просто финсгрип тратит. Шату Демона, чем у него байбэк есть. Будет его тратить, скорее всего. Пытается сплитпушить в верхнюю линию Камма, но нет. Просто подвинул Крипов, сразу возвращается на базу. В трон! В трон идут Астер после Тир-3, даже не закрывая бараки. Минус один Тир-4. Возвращается Камма. Прыгает Фантомка. Очень опасно включает БКБ. Камма под стать клинком остался без урона. Шадо Финд здесь. Возрождается. Но втроем. Втроем без Тайтхантера и без Реведж. Голый трон. Слип по Шадо Финду. Тут же пришел Лайфстиллер. Получает телекинезис от Бобоки. Бобока показывает неудержимость. Астер умирает без байбэка. Астер делает камбэк в этой карте и выигрывает карту по номерам 1. Браво! Браво! Молодцы. Потерпели. Немножко потерпели, когда это надо было. И смогли победить. Смогли перевернуть. Начало, конечно, было просто ужасным. Какой же там перефарм был у Шадо Финда. Как же все хорошо было у команды Кинд. Но это будет им уроком. Это будет уроком не только им, а другим командам, которые... Которые стоят на месте и тупят. Когда есть преимущество, надо уметь быстро заканчивать. Надо чувствовать свое превосходство. А не стоять и бояться. Они бы стояли, побоялись. И Фантомки игру проиграли. Ну, не только Фантомки. Но еще бы я сказал, что они проиграли игру Бобоки. Который, между прочим, нанес урона столько же, сколько СС на Фантомке. Вот так вот. 1-0, друзья, в этой серии. Кины очень важную для себя карту отдают сопернику. Но, может быть, выиграют вторую. Пауза. Скоро вернемся.